Привет! В этом видео я покажу легкий способ начать проект на одном устройстве и продолжить редактировать его на другом устройстве. На примере вот этих кадров, которые я быстренько накидала в проект, пока была в путешествии, и решила продолжить редактировать на планшете. Цветокоррекцию и музыку я люблю делать на планшете, потому что экран больше, и там у меня в базу закачана музыка, и мне так удобнее. Самый быстрый первый способ. Нажимаем кнопку экспорта и выбираем экспортировать проект LumaFusion, и если планшет рядом, то выбираем AirDrop. Называем проект тест, ждем вывода, и теперь передаем этот файл по AirDrop. Вот и готово. Телефон можем пока отложить. А тут проверяем, что у нас получилось. Вот наши кадры, которых до этого на планшете не было. Теперь давайте попробуем с планшета передать на телефон. Это второй способ, и мы здесь будем работать немножко по-другому. Первым делом удалим проект с телефона. Готово. У нас остался только альбом с файлами в фотографиях, но это совершенно другое, а сам проект удален. Открываем проект на планшете, заходим в него, нажимаем ту же самую кнопку экспорта, и также делаем экспорт именно проекта LumaFusion, а не сам ролик, чтобы на телефоне мы могли потом продолжить монтировать. Выбираем проект LumaFusion, и выбираем место, куда попадет наш файл. У меня мало места в файлах, поэтому я сейчас выберу Google Диск. И, кстати, мы можем выбрать и настроить, что именно будет экспортироваться. Конечно же, это будет полный исходный медиафайл. Тут нам показывают размер этого файла, и сколько свободной памяти на Google Диске. Нажимаем экспорт. Название сделаем «Тест Крым». И я выбираю путь файла. Мой диск, и создадим новую подпапку, чтобы побыстрее его найти потом на диске. Экспортируем. Сначала мы видим загрузку проекта. И появляется сообщение, что загрузка проекта выполнена. Окей, merci beaucoup. Давайте проверим, есть ли там файл. Заходим на Google Диск. Вот. Тут появилась папка «Тест», и в ней наш искомый файл проекта LumaFusion. Этот способ будет работать при быстром интернете, конечно же. Теперь попробуем с телефона открыть этот файл. Папка «Тест». Вот файл, и... Надо подождать, пока он подготовится. И в предложенных программах нет нужного приложения, но мы его найдем вот тут. LumaFusion. Почти моментально проект закачался в программу, и его можно продолжить редактировать. Я вам показала два способа, как проект можно перенести с устройства на устройство. Пользуйтесь. А также смотрите другие видео, в которых я рассказываю, как работать в LumaFusion. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok